друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ж как вы уже поняли мы с вами сегодня будем обсуждать сегодняшний наисвежайший ролик уралки из сарафана но прежде чем мы с вами начнем его обсуждать комментировать друзья мои я хочу моих зрителей поздравить с праздником с днем россии друзья мои да с праздником нашей страны ну и конечно же пожелать вам счастья здоровья всяческого благополучия любви долгих лет жизни всего самого хорошего вам вашим родным и близким ну что ребята а я сегодня еще залезла таки да люблю этот гуглить смотреть и так далее кстати у нас ребята у нас трындец погода замечательная светит солнце прям так припекает тепло я бы даже сказала немножечко жарковато но ветер очень сильный прямо очень сильный я тут знаете решила себе устроить пикник ну не пикник а завтрак поздний завтрак в 11 утра на ну завтрак такой перетекающий в обед да практически на свежем воздухе вынесла значит мебель вот эту вот столы стол кресло все на свете и значит такая бегала там за чаем с лимоном уже домой значит я смотрю прибегаю друзья мои а весь мой завтрак обед уже лежит буквально короче на земле ветер поднялся такой что все мои одноразовые тарелки хотя их прикрыла друзья мои так знаете прикрыла вот этим рулоном да по полотенец значит весь мой шашлык со вчерашнего дня все у меня прямо все одноразовые тарелки они у меня валялись друзья мои вместе с лепешкой узбекской прямо на земле короче панамка улетела в одну сторону шашлык в другую бумажные эти одноразовая посуда в третью короче была веселуха так вот ребят я сегодня еще вот просто вот мне попалась на глаза приметы сегодняшнего дня было написано жара весь день к знойному лету у нас сегодня жарко не знаю не знаю будет ли знойное лето но знойного то конечно не хочется но в любом случае шиповник пышно цветет к суровой зиме ливень в этот день предвещает богатый урожай грибов слышать крик совы к похолоданию короче ребята держитесь надеюсь кто-нибудь что-нибудь понял ну что мои хорошие мы с вами начинаем обсуждение сегодняшнего кино шедевра о ребята вот знаете уралка меня просто 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 сводит с ума своими бредовыми моментами и опять не успела выйти вышла кстати к нам уралочка во всей красе вся опухшая вся отекшая обратите внимание причем она была такая текшая весь ролик на протяжении целого ролика но особенно в начале наш алежа три пера в два ряда в разные стороны стоит вся отекла уралочка мне интересно что вы там употребляете что вы там пьете чем вы там запиваете что ты такая прямо отекшая мама не горюй стоит в своем халате друзья мои короче все как всегда начинает рассказывать и говорить ну что мы тут робим ну кто не понимает работаем уралочка ты знаешь я понимаю но я чё хочу сказать ты знаешь прежде чем выдавать себя за хреново полиглота ты бы лучше для начала выучила свой родной русский язык ну а потом бы уже себя так скажем демонстрировала в амплуа полиглота человека который с легкостью изучает другие языки знаете этим мне уралочка напомнила светку колесникову да и собственно все семейство колес которые знаете не зная русского языка пишут нам зачастую название на английском языке ну и кстати на других языках тоже ну и как всегда друзья мои как вы уже поняли по доброй традиции уралочка начала чё члисись чё чё ну тут надо прорыхлить и рассыпать опил ну кто не понял друзья мои да хотя нет я думаю все уже все прекрасно понимает идиот ребята орёт на всю ивановскую на этой даче сяфартик 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 орёт на все и снт там наверное соседи уже вешаются скажут господи опять этот рупор ревды приехал на дачу и говорит ой да чё да все да да так и сказала да чё да все ну не первый раз конечно надо крышу на котель одевать уралочка это еще сказала на качелю да крышу на качелю да чё да все да чё да все пыхтит ребята пыхтит вы знаете ничего еще не сделала а уже запахтела шефа шефартик шефартик уже этот сарафан сарафан ты знаешь мне что-то тебя так жалко стало вставляй срочно беру уши в уши и беги от бабки куда глаза глядят сарафан покупай билет трындуй в кишлак как говорится да и в общем будет тебе там счастье ну так хотя бы да как говорится чтобы немножко отдохнуть от олеж говорит ой пойду присяду пусть хоть ноги отдохнут друзья мои я чет если честно юмора не поняла а когда у нее ноги успели устать когда она две минуты стояла как вкопанная на одном месте крутилась вокруг своей оси или тогда когда она говорила да чё да все да чё да все ноги устали уралочка ты знаешь мне вот удивительно как у тебя язык без костей еще не устал как у тебя язык не устал пустомеля ты наша далее друзья мои если честно юмора совсем не поняла она она говорит вот все фарти косит вы знаете ребят у нас тут тоже в принципе косят да и там с одной стороны и с другой стороны хотя как бы нам тут повезло что у нас соседи подальше все да но в любом случае я закрываю все окна сейчас я окно закрыла потому что у нас такой ветродуй что у меня вот это окно туда сюда туда сюда вот так вот но зачем нам показывать и слушать как косит сарафан ребят вот этот шум стал вот этот вот вот этот шум стоял на всю катушку и они нам вот это снимают если честно юмора не поняла но наверное нам хотели показать смотрите смотрите а сарафан таки иногда все таки отрывает пятую точку друзья мои от дивана или от качельки да как бы сказала уралочка ну в общем ладно далее друзья мои уралочка уралочка пока сидела чё только не болтала там и гнездо муравьев увидела да представляете открыла очи подымите мне веки да веки ей подняли уралка чё только не увидела и говорит ой ну что вот сафарчик косит далее сидит и говорит ой а вот сафарчик все уже сенокос тут устроил сафарчик ну да там все делает сафарчик а это друзья мои как колода как сидела так и сидит далее говорит следующая картина следующая она говорит ой а у нас тут дождь пошел ну да уралочка благо теперь тебе точно делать ничего не надо и говорит не стучи гром я валяюсь я не могу просто далее уралка друзья мои уселась в беседку сарафан приторбанил ей туда эту мельницу знаете вот не было печали купила баба порося да им прислали эту мельницу все понятно дело не в этом но она им вообще там по большому счету абсолютно не нужна уселась типа будет красить эту мельницу в итоге друзья мои болтала болтала мельницу мельницу не докрасила сарафан прибежал ее красить она начала наезжать на сарафана вот ты не умеешь все делать ты неаккуратно красишь да я вот посмотри как у меня хорошо ребят ну кто так делает вот скажите пожалуйста да зачем на всеобщее обозрение унижать перед всем ютубом другими социальными да в других социальных сетях унижать свою вторую половину в итоге опять уралка вы знаете сидит казалось бы на своем участке но озабочена соседями оказывается один сосед совсем не следит за своим участком там этот участок перепродавали и так далее и она говорит вы знаете там целое поле одуванчиков целое поле мы уже хотели зайти к ним там вот у них там скосить но это же частная собственность и мы конечно же побоялись и не стали этого делать уралочка а че так а надо было зайти скосить вас бы потом под белой рученьки оттуда вытащили в полицию бы забрали вот хохм это было бы помните ребята когда она вспоминала что за ней следят там якобы ей написали что установят камеру она еще один шаг в сторону моего частного дома моей дачи и я вас посажу всех помните как уралка орала а тут бы представляете их с сарафаном взяли бы за жопу взяли бы под белой рученьки да и притарабанили бы в полицию в правоохранительные органы вот мы бы поржали друзья мои то есть понимаете так и хочется сказать слушай сидит и займись своим участком толку с тебя как сказала молока вообще никакого сидит она рассусоливает на тему чужих участков ну да ладно далее друзья мои уралочка начала нам рассказывать уселись значит уселись сидят друзья мои на качельках она говорит ой ну вообще говорит так круто да в этот момент сарафан она говорит нам надо работать на что сарафан говорит ой мы так говорит объелись фу говорит так объелись о чем я и говорила ну как можно приезжать работать обжираться после того как ты объелся переел ты точно работать уже не захочешь да тебе нужно будет время так скажем все таки привести себя в порядок да и когда сарафан сказал фу объелись она говорит объелся в этот момент сарафан продолжает дальше а ты типа что не объелась и далее они начинают перечислять кто и сколько сожрал сарафан говорит о том что он сожрал доширак сожрал все пироги ребят было бы чем хвалиться да сам метр в прыжке да полтора вершка от горшка пузо уже огромная жопа уже шире плеч да хотя фигура мужская должна быть абсолютно другая а вот но в любом случае он значит хвалится что он вот сожрал как раз таки значит кусок торта все пироги доширак она говорит а я ела доширак и красную икру без хлеба не знаю ребята не знаю не знаю сколько она еще там съела я думаю помимо всего прочего там еще было что то сто процентов то ли торт который все таки показали что он дожил друзья мои до утра да то то ли еще что то она съела но раз сарафан сказал а ты что не объелась значит сто процентов и уралка тоже обожралась но ребята вы знаете я на что хочу ваше внимание обратить я если честно когда они сидели на качелях на качели да когда они сидели а я не поняла что это был за жест который изобразила уралка она знаете показывали ее крупным планом да то есть вот она сидит она в этот момент берет вытаскивает свой вот язык вываливает язык и начинает облизывать прямо глядя в камеру губы причем так знаете призывно прям вывалив свой язык не так как это делают знаете когда ну вот показывают да там фильмах там или еще что то как то это делают аккуратно красиво эстетично а тут она как будто знаете ей уже воздуха не хватало она вывалила этот язык свой огромный наружу и начала знаете вот это облизывать своим вот этим вот языком свои губы глядя в камеру боже уралка что это было если это был момент где ты хотела показать что ты та еще горячая штучка то я бы на твоем месте лучше бы вырезала этот момент потому что выглядела это конечно ужасно и ну вот никакого соблазнительного момента в этом не было а вообще уралка мне странно что ты так себя ведешь ты же кричишь что ты мусульманка что он так такой верующий такой верующий что у них такая воспитанная воспитанная семья ну собственно воспитание воспитанную семью сарафана я уже раскусила на раз два там уже все понятно тот чувак который показывал факи в прямом эфире позволял себе зиговать на нашей земле позволял себе обзывать нас славянских девчонок которые живут на своей же семье земле да некрасиво высказываться в адрес народа которые проживают опять же на своей земле куда ты приехал за лучшей жизнью то есть все понятно как его там в кавычках воспитывали уралка ну мне просто хочется сказать что ты совсем что-то уже наверное берега попутала ты наверное из той серии инвалид у которого пися болит да чес чес такой знаете ли я бы сказала конкретный самый настоящий ребят слушайте я все понимаю она может играть там в какие-то такие знаете игры со своим мужем дома но зачем это все вываливать на камеру это со стороны смотрелось просто ужасно и мне странно что тетенька который под сраку лет в пятьдесят четыре года вообще не понимает элементарных вещей уралка не позорься это может быть еще бы симпатично смотрелось если бы это было в качестве прикола у какой-нибудь такой симпатичной девушки да но когда ты вывалила свой язычару то если честно я вообще не поняла я подумала может быть пора уже кричать сос спасите помогите ребят вот такой обзор продолжение следует пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всем пока пока